вот так мне привезли прицеп с дровами выгружают его прям под самой сарае я буду сейчас их носить и разгружать доброе утро всем у меня сегодня выходной снимаю уже видео тогда когда мы разобрали машину я бы одна честно очень сложно все-таки повезло что соседи подключились вышла лена и сергей и хотя бы мы втроем разобрали получается где-то чуть после девяти привезли дрова сейчас без двадцати и одиннадцать мы их уже разобрали я еще успеваю в емаль до сходить чтобы хоть как-то решить свой вопрос заполнением документов на аренду квартиры хотя бы буду пытаться это сделать а там уже будет видно получится получится нет значит нет также приехала я из дома и у меня были на постоянной основе определенные препараты тоже для меня и здесь я их какое-то время брала по рецепту удалось мне получить рецепт просто потому что я не знала что так нельзя я просто узнала где находится мой семейный врач и поехала туда не знаю ни режима работы ничего приехала и получается попала на обеденный перерыв у них там полтора часа дверь была закрыта я просто погуляла подождала это в другом городе мне неудобно было куда-то ехать дальше и дождавшись врача с каменным лицом который даже не хотел со мной здороваться я попыталась договориться в регистратуре что мне все-таки выписали рецепт при этом прежде чем меня допустить к врачу мне задали 101 вопрос если у меня еще какие-нибудь жалобы или я просто пришла за рецептом то есть они переживали что я без записи пришла на прием и не планирую ничего платить или как это так сказать в итоге врач мне быстро выписала рецепт только благодаря тому что у меня на руках были еще остатки лекарств которые я покупала дома они у меня уже заканчивались и получается у меня уже не было выбора она выписала рецепт 10 раз мне пригрозило и сказала что больше так не делается для того чтобы получить рецепт надо записаться за месяц за два на прием к врачу прийти оплатить этот прием только из-за того что мне надо выписать рецепт на один препарат все вот так вот это тут происходит сейчас у меня заканчивается закончился этот рецепт срок действия там полгода мне надо заново выписать я сфотографировала этот рецепт отправила туда написала что у меня заканчивается в итоге вот целую неделю жду какого-то ответа мне написали с регистратуры что передадут мой вопрос семейному врачу но от семейного врача пока никакого ответа нет я хожу каждый день смотрю почту потому что я попросила если можно чтобы не записываться просто отправить мне по почте и чтобы я не ездила в другой город у меня и так мало выходных пока ответа нет надеюсь что ответ будет потому что лекарство у меня уже заканчивается и что-то делать надо снявшие видео и не дождавшись ответа я решила еще раз написать туда своему семейному врачу и мне пришел ответ что если вам удобно приезжайте сегодня сами за рецептом отправлять они не отправляют и и получается написали что в дальнейшем мне надо посещать какого-то врача который будет прежде чем выписывать мне такой рецепт еще раз проверять что мне это надо лекарство а потом только выписывать рецепт то есть это еще дополнительные растраты оплата приема у врача и кучу ненужных вот этих нюансов честно говоря меня это немного напрягает здесь сегодня мороз и холодно но солнце светит как будто весна единственное что листьев на деревьях не хватает а так даже трава зеленая пусты дико ежевики зеленые круглый год не пугает ее не мороз ничего вообще отличные кусты даже не сбрасывают листья нравится мне у них такие вот вечно зеленые кусты широкими листьями и тут кот на солнышке греется но я тут не была вверху частный сектор замерзшие машины запах коров уже отвыкла в той стороне где я живу там в основном квартиры такого нету а тут аж не очень приятно еще немного красоты подснежники какие они тут кустами красивые очень целая полянка подснежников летом деревья кажутся такие красивые здоровые а сейчас присмотришься все в мхе старые потрескавшиеся и и вот так вот они не любят обрабатывать никакой химией какой будет урожай такой и будет дом в частном секторе красиво такой тут все продолжается в этой деревне стройка люди строятся небольшая школа с площадкой лапочка под деревом для того чтобы можно было сесть вечером было посидеть прогуляться если ты устал дом очередной строится когда швейцарцы зовут к себе в гости людей и человек приходит раньше назначенного времени то его выставляют на улицу посидеть вот такое вот место ожидания и пока не наступит назначенное время в дом заходить нельзя еще немного частного сектора там у них часовня в которую они церковь ходят и озеро а мы идем гимайнде в ту сторону гимайнде которая ко мне относится вернее которому я отношусь здесь парковка огромная сюда приезжают люди в деревню на экскурсии и вот это гимайнде в котором здесь и пожарная служба и получается сидят социальные работники но именно в этом селе один человек занимается это екатерина швейзель вот он на вот такой машине зеленый на удивление очень добрый хороший человек который даже вот так вот взял и приехал после работы мне наладить замки сходила я в гимайнде помогли мне сделать составить это письмо бумагу заполнить там обязательно надо было указать поручителей обязательно указать что нет долгов и разная другая информация попросила себе сделать копию чтобы у меня какая-то копия была чтобы я могла в следующий раз если вдруг не получится с этой квартирой сама так заполнять и вообще должна была я сама купить конверт оказывается эти конверты продаются в мигросе и на почте купить марки и отправить это письмо но в этот раз мне помогла это моя социальная работница с гимайнде и она эту всю работу сделала за меню показала только как делать научила и также оказывается здесь надо покупать наклейки на мусор я до этого покупала разные мусорные пакеты и до того как я переехала сама жить мусор и мусорные пакеты давали мне люди у которых я жила сейчас я начала тут сама разбираться и оказывается дешевые мусорные пакеты на них надо покупать отдельно наклейки для вывоза мусора если на мусорном пакете нету этой наклейки то получается мусор будет лежать в мусорном баке его никто забирать не будет купила еще эти наклейки сейчас покажу какие они сколько стоят и вот дальше собираюсь ехать за рецептом в отсекон к своему социальному медицинскому семейному врачу вот такие наклейки эти я купила здесь их небольшое количество указано что и как цена за вот этот один маленький листик 15 франков здесь раз два три 4 5 6 7 8 9 10 наклеек всего вот так вот выходит по стоимости вывоз мусора еще есть указание что на разный мусор надо определенное количество этих марок клеить как на почте называется оказывается за вывоз кровати надо 4 марки наклеить то есть это видно зависит от размера мусора 5 килограмм 1 марка в основном везде у них такие дороги и вдоль них нету толком пешеходных зон потому что люди тут не ходят пешком все ездят только на машину просто вот выходишь с дому дорога сразу предусматривается только поездка на машине и вот и вот 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 в здании находится на втором или на третьем этаже типа частного кабинета и там сидит мой семейный врач назвать это клиника и тяжело это тут разная и стоматология и везде отдельно и из-за оборудования у них толком ничего нету просто маленький поселок и в нем вот такая вот частная частный кабинет вот такой вход тут получается что-то еще какая-то организация здесь вход типа в медицинский центр раксис видно для дезинфекции для того чтобы не быть полы чем-то из-за стелина вот типа просто как в квартиру здесь находится медицинский центр и мы врать график работы так выглядит больница там небольшие кабинета сделать зал ожидания там где сидит женщина небольшая лаборатория с этой стороны вот принимает врач и это вся больница какая тут есть мне дали мой рецепт всего на один месяц и получается дальше сказали что надо проходить или врача или если я где-то была то они сделают запрос для того чтобы дальше я могла получить рецепт на более длительный период времени я была здесь у врача в соседнем городе еще до того как я нормально вышла на работу получается с того момента год не прошел они требуют чтобы раз в год я это проходила обходила этих врачей и получается я была где-то в июле в принципе этот еще осмотр действует я надеюсь что мне дадут рецепт и напишут электронное сообщение на почту когда я смогу прийти за своим рецептом чтобы опять не платить за очередной осмотр потому что здесь приемов врачей даже по медицинской страховки это колоссальная сумма денег начиная от 100 франков и выше при этом они толком ничего не делают на этом осмотре только спрашивают а если какие-то анализы там сдавать кровь или еще что-то там вообще заоблачные деньги мне не очень хочется работать и все деньги отдавать тут на этих врачей хотела найти здесь в эти кони магазин брокхаус там очень много разного интересного как мне сказали может быть для дома для кухни мне не всего хватает я бы часть кого чего-то там докупила те же чашки тарелки бы столовые предметы у меня есть остального мне не очень хватает поэтому сейчас попробую поискать этот магазин если найду сниму вам что-то внутри зашла я за лекарством в аптеку такая аптека на окровине города даже как у нас есть баскапан просто так вот состоит как у нас супермаркетах значит зашла я в аптеку чтобы взять этот препарат думала что мне оставят этот рецепт и я смогу еще взять одну упаковку хотя рецепт на месяц а оказалось мне дали всего одну упаковку как бы я им не говорила что хочу несколько и забрали у меня рецепт поэтому по любому все равно придется где-то в следующем месяце искать рецепт Деннер нашла вот такой вот запеченный подчеревок огромный толстый 6,20 акция на него здесь 700 грамм здесь 700 грамм для швейцарии то это недорого правда тут с хрящиками какое оно на вкус тяжело судить вот здесь интересные грибы здесь продаются сейчас по акции 6,95 говорят что они очень вкусные видеть их тут нечего 20 грамм сушеных этих грибов почти 7 большая пачка 150 грамм сушеных белых грибов 8,95 грибов тут в Швейцарии белых много очень в лесах но цены на них конечно космос в магазин где я увидела нормальные спреи какие-то для носа если вдруг ты заболел то ты можешь хоть что-то сам себе купить без рецепта магазин нашла по той стороне немного там есть пешеходной зоны дошла до этого дома и вся пешеходная зона закончилась пришлось мне идти назад чтобы на светофоре перейти и найти хоть какую-то пешеходную зону и то здесь нарисованы велосипеды то есть людям здесь не совсем желательно ходить один велосипед туда один сюда а как ходить людям вообще непонятно тех кто без машин машины носятся тут на велосипедах многоэтажные увидела тут на окраине в отсеконе новый год продолжается детский развлекательный центр огромный и вот такая красота с уставшим дедом морозом так идешь идешь себе поверху раз тут пешеход тебе надо перейти а внизу ни ступенек ничего то есть еще кучу обходить для того чтобы дойти вот этот магазин брокхаус только он с другой стороны улицы сейчас я туда подойду так выглядит так выглядит магазин можно тележку брать здесь уже на улице начинается от переносок лежаков для животных стулья посуда все что хочешь отдел со стеклянной посудой украшением для дома даже вот такой какой-то зонтик есть я уже думаю что тут никто не пользуется таким это костюмы есть всевозможная одежда но в основном все такое старое стариковское какое-то даже не могу сказать какие-то ненужные совсем-совсем вещи разве что бабушка тут только что-то может найти себе много разной обуви видно что она уже стоит-стоит тоже запылилась цен нигде нету то есть это надо подходить и спрашивать на кассе сколько что стоит много тут разной мебели тумбочка цена 20 франков шкафы разные старая-старая какая-то мебель больше такой как рухлядь может кто-то любит такое огромная кровать шикарная 370 шкаф очень большой такой 370 нет 300 не так скажем много всякого ненужного такое интересное кресло какое интересное кресло диван кожаный с какими-то кнопками кнопками такой мягкий диван 250 такой мягкий диван 250 такой мягкий диван 250 мягкий диван мягкий диван мягкий диван сегодня у меня такие покупки купила две сладкие выпечки это перед работой я иногда в поезде ем рулет такой мне захотела шариковый дезотрат овсянка тирамису так как я люблю этот десерт консерва для собаки не удержалась все-таки купила копченую подчеревок мед и банка малинового варенья 450 грамм и один хлеб вот такие покупки это у меня все вышло на 30 франков видеть нечего мясо не купила а цены вот такие вот у меня на ужин сегодня жареная картошка с помидорами черри и бутерброд с копченой грудкой этой по черевкам с хреном и тирамису черника и запеченная груша а что кушаете вы на ужин я очень благодарна вам за ваши лайки за вашу подписку за нужные и полезные комментарии по поводу особенно аренды квартиры многое я еще здесь не знаю нормально и вы мне в этом помогаете узнать надеюсь вам интересно со мной проживать эту жизнь смотреть что происходит у меня и в дальнейшем тоже будет много разного интересного так что подписывайтесь на мой канал всем пока пока до новых встреч я думаю предпочитать и